Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим о фольклориаде. И первый вопрос Андрею Александровичу. И все-таки она состоится? Она состоится. Скажите, как будет обеспечена безопасность участников и зрителей фестиваля? Вы знаете, Ксения, у нас такое масштабное мероприятие мирового значения в области фольклора проходило очень давно. И вот эта фольклориада, она, безусловно, очень важный проект для нашей страны. Поэтому был создан федеральный организационный комитет, в состав которого вошли представители всех необходимых структур, в том числе Министерство внутренних дел Росгвардии, Министерство здравоохранения. Поэтому все вопросы безопасности, в том числе медицинской, решены на самом высоком уровне. И все меры будут приняты для того, чтобы наши гости, которые приедут к нам в Россию, чувствовали себя как дома в полной безопасности. Назовите, пожалуйста, три неординарных причины, почему стоит ехать в июле в Уфу, и где можно будет посмотреть на участников и посмотреть их выступления? Ну, во-первых, одна из причин. В одном месте можно увидеть многообразие культур практически большинства стран нашего мира. Это вторая причина. В сегодняшней ситуации мы не можем выехать за границу, поэтому зарубежные гости приедут к нам, и мы сможем стать свидетелями, опять же, их замечательных выступлений. Ну и третья причина – это сама Республика Башкортостан, ее замечательное природное и историческое, и культурное наследие. Я думаю, что это замечательный шанс, чтобы познакомиться не только с культурами разных народов мира, но и с самой Республикой. Одним из критериев, ехать или не ехать на то или иное событие, является наличие хедлайнеров, звезд мероприятия. Будут также приглашенные какие-то известные личности, в том числе российские или зарубежные, ради которых тоже можно будет поехать в Башкортостан? Конечно, Ксения. Вы знаете, у нас сама фольклориада пройдет с 3 по 10 июля, но уже с 4 по 10 июля начнет работать главная сценическая площадка фольклориады, которую мы назвали «Сердце фольклориады». Каждый день там будут проводиться представления разных стран, но в заключении каждого концертного дня на сцену будут выходить обязательно хедлайнеры. И на сегодняшний день мы ждем на фольклориаду и Надежду Бабкину, и Пелагею, и Манижу, небезызвестную участницу Евровидения. Есть и зарубежные хедлайнеры, такие как Эмир Кустуриц, монгольская группа Заху, есть замечательный коллектив из Ирландии. Поэтому программу обещает быть очень и очень интересной. Это удивительно и здорово. Я думаю, действительно, это будет большое событие не только для Башкирии, но и для всей нашей страны. Насколько мне известно, подготовка к фольклориаде заняла несколько лет, и тем более ее пришлось отложить на год из-за эпидемиологической ситуации. Скажите, какие новые компетенции дал вам опыт подготовки такого масштабного, громадного мероприятия? Вы знаете, на самом деле мы готовились к фольклориаде с 2015 года, после того, как в Перу Ассамблея СИОВ Международной Организации Совета Фольклорных Фестивалей проголосовала за проведение следующей фольклориады в России. С этого времени мы начали подготовку. Что касается новых компетенций, безусловно, огромный опыт лично я получил в общении с представителями разных стран. Я понял, как выстроить правильно процессы пересечения границ, визовые процессы. Само по себе общение с нашими коллегами из-за рубежа, оно обогащает, потому что ты поэтапно, постепенно знакомишься с культурой, манерами общения той или иной страны. Поэтому, безусловно, весь этот опыт, он очень интересен и ценен для меня лично. Скажите, пожалуйста, дипломатия и международный этикет для организаторов. Что точно нельзя делать при организации таких вот международных больших мероприятий, культурных событий? И что важно и часто забывают при подготовке учесть организаторы? Ну, вопрос такой непростой. Я, наверное, не смогу сейчас сказать, что точно не нужно делать. Конечно же, каждая страна, она уникальна. И у каждой страны есть свой уклад жизни, своя культура, свои правила, обычаи и традиции. И, безусловно, при подготовке подобного рода мероприятий нужно учитывать все эти аспекты, начиная от времени, от часового пояса. Нужно понимать, что люди прилетают к нам, у них меняется время. И заканчивая какими-то даже пищевыми особенностями, кто-то есть только халяльную пищу, кто-то кошерную, кто-то безлактозную. То есть все вот эти мелкие нюансы, безусловно, должны быть учтены при подготовке подобного рода мероприятий. С вами работает большая команда, которая помогает в организации и во внимательном отношении ко всем вот таким вот деталям. Вы знаете, в Башкортостане создана дирекция по подготовке и проведению 6-й всемирной фольклориады СИОВ. И как раз ребята, которые работают в этой дирекции, они тщательно и детально анализируют все материалы, поступающие от стран. И стараются скомпоновать программу так, чтобы каждая страна могла чувствовать себя комфортно, находясь в России и Башкортостане. Если я только сейчас узнала о фестивале, есть ли возможность у меня, как руководителя или у моего коллектива, принять в нем участие? Ну, к сожалению, как коллектив вы уже не сможете принять участие, потому что, согласно правилам фольклориады, которые утверждены СИОВ, каждую страну представляет только один творческий коллектив, и от России он уже определен. Это ансамбль «Вензеля» из Пенсинской области. Что касается индивидуального участия, все площадки фольклориады, они открыты, они свободны для доступа всех наших зрителей и гостей. Будет во время фольклориада проводиться огромное количество различных мероприятий. Это и выставки, и мастер-классы народных ремесленников, которые тоже прилетят в составе делегации от каждой страны. Это и различные концерты на площадках, где вы сможете насладиться творчеством наших гостей. Ну, а если у вас есть желание более глубже погрузиться в процесс подготовки и проведения этого мероприятия, вы можете зарегистрироваться в качестве волонтера на сайте добро.ру и уже стать непосредственным участником всего процесса. Ну, я понимаю, что состав участников уже определен, но вот на будущее, если мне захочется на следующей фольклориаде представлять свою страну, какой процесс, какие критерии отбора? В первую очередь вы должны обратиться в российскую национальную секцию СИО, которая находится в Государственном Российском Доме Народного Творчества и заявить о своем желании принимать участие в следующей фольклориаде. Как правило, за год до ее проведения, собрав заявки от всех желающих коллективов, мы проводим отбор того коллектива, который будет представлять нашу страну на следующей фольклориаде. Но, безусловно, коллектив должен в своем репертуаре иметь элементы культуры нашего многонационального государства, будь то песни или танцы, ну и, конечно, иметь достаточно высокий уровень исполнения и мастерства. Скажите, пожалуйста, вот у вас такая непростая задача, такая непростая ноша на вас уже несколько лет висит вот именно в плане подготовки, очень ответственная. Вот что вдохновляет вас на продолжение своей работы, несмотря ни на что продолжать, продолжать организовывать и вот сквозь все преграды провести вот это мероприятие? Какие у вас источники вдохновения? Ну, вы знаете, мне посчастливилось в 2016 году побывать на всемирной фольклориаде, на пятой всемирной фольклориаде в Мексике, в штате Закотекас. И вот те эмоции, которые я пережил там, находясь в течение недели от общения с коллегами, друзьями из разных стран, на самом деле, наверное, они являются для меня таким флагманом в дальнейшей работе. Я хочу, чтобы подобные эмоции также испытали те люди, которые приедут к нам в страну и смогут снова встретиться уже в России, в Башкортостане, потому что, на самом деле, очень многие коллективы дружат между собой, они знают уже друг друга долгие годы. И вот эта встреча, когда они все наконец-то прилетят и смогут, несмотря на все сложности, которые у нас существуют на сегодняшний день, лично пожать друг другу руки, обняться, да, и пообщаться, ну, наверное, вот это один из таких манков для меня, который меня вдохновляет для проведения всей этой работы. Я благодарю вас за такой прекрасный разговор, очень много полезной информации. Мы все ждем июля и фольклариата в Уфе. Я думаю, для всех, для нас это станет большим праздником.